про тени мы с вами поговорили хотелось бы сделать акцент на бровях есть у меня свой карандаш для бровей вот он раньше когда не было вот именно такого серенького а я ближе девушка к черному то мне приходилось прорисовать брови либо карандашами для глаз либо тенями здесь у нас свой карандаш который еще позволяет мягко растушевать карандаш в общем-то причесать брови так что у меня это единственный карандаш для бровей который меня полностью удовлетворяет в отношении карандашей для глаз у меня их масса сейчас я поговорю только о карандашах есть старые коллекции очень старенькие коллекции вот например у нас была коллекция металлик вот у меня остались все варианты которые мне безумно нравились это плавные переходы от черного от черного к цветному вот это мой фаворит это синенький который мне придает невероятно красивый взгляд вот еще старая коллекция зеленый синий это я брала уже как бы тематические карандаши пользуюсь я ими крайне редко сразу скажу вот это вот у меня зеленый тоже такой ходовой я показывала под зеленый макияж молодежный да вот тут чисто под тени под вот эти вот я уже говорила показывала и есть у меня белый каял для придания вот такого светлого взгляда открытого взгляда это деборовский каял применяю я его достаточно редко но самые ходовые карандаши у меня это черные на самом деле вот это вот троица даже вот так правильно сказать потому что я пользуюсь подводкой вот это вот эта вот группа это мой ежедневный базовый макияж то есть ими когда как когда наскаку когда спешу то есть вот есть у нас черный карандаш с растушевкой есть вот мой любименький черненький черненький очень мягкий очень мягкий поэтому мне нравится шахматка видите я грызюлик не могу к сожалению купить вот этот синий металлик я вам показывала им можно и по слизистой внутреннего века поэтому подходит ну и подводка подводка вот подводка просто тут можно рисовать все что хотите у меня есть старый вариант подводки старый вариант подводки черная которая напоминает фломастер она конечно этой уступает уступает потому что этой можно прорисовать ресничный край ну просто суперовский вот эта подводка это то что какие хотите стрелки толщину то есть замечательно и она держится в течении дня она стойкая жара была 40 градусов а глаза держались карандаш допустим уже плывет а подводка держалась что у меня из старья из старья есть у меня вот такой вот любимый наш двойной карандаш вот я его держу тут за халайтер тоже внутренний уголок глаза если что высветлить хотя его уже казалось бы можно и на помойку но рука не поднимается вот такие карандаши и есть у меня несколько вариантов цветных тушей ой подводок туши тоже есть подводки вот старая любимая коллекция если бы вы знали как я люблю эти подводки цветные стойкие невообразимо но до того можно одуренный макияж глаз вот уже тут и дозатор но все равно я иногда пользуюсь потому что красивые цвета красивые такие оттенки подводка в общем никуда не дева и из новых единственное приобретение это металлик вот опять таки баловство баловство взяла но так вот фактически не пользуюсь ну и совсем напоследок остались у нас туши есть у меня три цветных туши это я считаю как летний вариант в принципе вот начало этого ролика по декору я была в этой зеленой туши конечно камера не передает но тем не менее даже на моих черных ресницах тушь будет вот такого зеленого оттенка кстати видите я сделала ошибку я первый раз бабахнула не выкрутила тушь и у меня вылезла сама сама паста которая прокрашивает поэтому тушь вот такого насыщенного красивого зеленого цвета такая она и есть и у меня это летний вариант я беру очень красиво с карими глазами зеленая синяя тушь снова таки скажу для баловства крайне редко но тем не менее даже мои ресницы вот в таком ультра наверное ультрамарине такой красивый яркий сочный цвет вот синяя тушь я иногда с вот этой подводкой применяла и есть у меня лиловая ночь но это с прошлого года в этом году я не обновляла потому что думаю все таки я так и нигде не накрашусь но вот в фиолетовых оттенках то есть тоже красивый такой цвет получается и красивый оттенок на ресницах немножко черный поглощает но на свету оттенки ну а это туши мои самые ходовые ежедневные вот осталась тушь шахматка она помогает мне проработать иногда внутренние уголки то есть удлинить ресницы у меня на самом деле не очень длинные и я в основном пользуюсь тушью которая удлиняет вытягиваю их но вот эта тушь наша удлиняющая она помогает и удлинить да обработать все краешки это тушь под номером 52-23 чем она мне понравится она не сыпется летом себя ведет великолепно и мне и утолщает в принципе ресницы то есть для меня на два в одном и удлинение и утолщение то есть объем длина и это еще и подкручивает то есть я могу себе хоп-таки ресницы чуть ли не до бровей с помощью ее нарастить вот ну собственно говоря вот и весь мой декор надеюсь я так подробненько как могла рассказала сами убедились что есть ну в общем-то если будут вопросы пишите обязательно отвечу всего доброго пока пока